Для закрепления материала рассмотрим численный пример с двумя товарами. Во многих учебниках такими товарами являются масло и пушки. Мы сохраним аббревиатуры и исследуем страны, выпускающие машины М и пармезан П. Пусть менее развитая страна А производит оба товара в меньшем количестве, например, 10 тысяч автомобилей или 20 тысяч тонн пармезана. Другая, более развитая страна Б с эффективным производством обладает возможностью выпуска 42 тысяч автомобилей или 28 тысяч тонн пармезана. Поскольку в стране А вместо 10 тысяч машин можно произвести 20 тысяч тонн пармезана, альтернативные издержки производства машины составляют 2 тонны сыра. В стране Б они равняются 2 третьим. Напомним, кстати, что альтернативные издержки по двум товарам являются взаимнообратными величинами, и альтернативные издержки производства тонны пармезана равняются 0,5 автомобиля и 1,5 автомобиля соответственно. Пусть спрос на оба товара распределяется равномерно. Тогда при отсутствии торговли, экономисты называют эту ситуацию авторкией, в стране А будет производиться 5 тысяч автомобилей и 10 тысяч тонн пармезана, а в стране Б – 21 тысяча автомобилей и 14 тысяч тонн сыра. Множество производственных возможностей при авторкии представлены на графиках. Теперь оценим, можно ли улучшить результаты с помощью торговли. Построим объединенное множество производственных возможностей. Если страны будут действовать совместно, они смогут произвести 10 плюс 42 – 52 тысячи автомобилей, или 20 плюс 28 – 48 тысяч тонн пармезана. Еще один важный вопрос заключается в том, в какой стране на чем выгодно специализироваться. Заметим, что вместо тонны пармезана страна А производит только половину автомобиля, а страна Б – целых полтора. То есть в стране Б автомобилей относительно сыра производится втрое больше, а значит именно она должна производить машины. В стране же А остается специализироваться на сыре, который она производит относительно лучше в три раза. Вместо одной машины – 2 тонны сыра в сравнении с двумя третями. Если каждая из стран будет производить свою продукцию, то мы получим 42 тысячи машин и 20 тысяч тонн пармезана. Это третья известная нам точка на кривой производственных возможностей – точка идеальной специализации. Заметим, что для построения объединенного множества производственных возможностей достаточно поставить отдельное множество друг на друга, соединив их вершиной. При наличии трех и более стран алгоритм будет таким же. Единственное отличие в том, что нужно будет выстроить страны в порядке возрастания наклона кривой производственных возможностей. Зафиксируем спрос на сыр на первоначальном уровне. 10 плюс 14 – 24 тысячи тонн. И посмотрим, какое суммарное количество автомобилей теперь можно произвести. Заметим, что страна А полностью будет использовать все свои ресурсы для производства пармезана. Однако выпущенных ею 20 тысяч тонн окажется недостаточно, и страна Б будет вынуждена произвести недостающие 4 тысячи тонн. В результате она не сможет выпустить 4 тысячи умножить на полтора – 6 тысяч автомобилей. Для перехода от одного вида продукции к другому мы должны осуществить умножение на альтернативные издержки данного вида. И произведет их 42 минус 6 – 36 тысяч штук. Заметим, что существенно выше суммарного объема потребления в автарке, равного 5 плюс 21 – 26 тысяч автомобилей. Однако до начала торговли объемы имеющейся в наличии продукции составляют 0,20 и, соответственно, 36,4 и не удовлетворяют ни одну из стран. Дальнейшие результаты зависят от соотношения цен. Если цены одинаковы, то есть машина меняется на тонну сыра, то страна А продает 10 тысяч тонн пармезана и покупает 10 тысяч автомобилей. Ее суммарное потребление составляет 10,10, что означает двукратное увеличение потребления автомобилей относительно варианта 5,10, который был у нее ранее. Страна Б, потребляющая набор 26,14, также оказывается в выигрыше по сравнению с исходным вариантом 21,14. Имеется достаточно широкий диапазон соотношений цен, при которых обе страны выигрывают. Единственный вопрос, связанный с переговорной силой, экономическими мощностями и другими факторами. Кто получит большую часть преимуществ? Стране А было бы выгоднее перейти в точку 11,10 или даже 14,10. Страна Б на это должна была бы согласиться, поскольку ее потребление 22,14 по-прежнему выше первоначально. В то же время она предпочла бы потреблять набор 27,14, а лучше 30,14, на которые в свою очередь менее охотно, но согласилась бы страна А, так как ее потребление даже в последнем случае составило бы 6,10, что выше исходного 5,10. Кстати, описанный торг очень похож на переговоры по вступлению в ВТО. Любая страна при некоторых разумных ограничениях получает выгоду. Вопрос в том, кто выиграет больше. По поводу же разумных ограничений все просто. Альтернативные издержки задают тот диапазон соотношения цен, внутри которого будет происходить торговля. То есть, если задана цена какого-то товара, то разделив ее на альтернативные издержки данного товара в других странах, мы получим диапазон цен для другого товара. Например, если автомобиль стоит 800 тысяч рублей, то торговля будет выгодна, когда сыр станет продаваться по цене от 800 деленное на 2 400 до 800 деленное на 2 третьих 1200 рублей за тонну. Если сыр будет дешевле 400, страна А откажется его производить. Если он будет стоить дороже 1 200 000, то страна Б откажется его покупать.